Всем привет! С вами Алексей, эксперт по автоматизации СБИС. Рассказываю про оборудование, которое помогает зарабатывать деньги. Сегодня мы рассмотрим бюджетные термотрансферные принтеры этикеток компании АТОУ, модели ТТ-41 и ТТ-42 за 12,5 и 14,5 тысяч рублей соответственно. Не удивляйтесь, что на столе стоит только один принтер, их корпуса абсолютно идентичны. Но рассказывать я буду про обе модели. Эти принтеры отлично печатают коды маркировки для обуви, текстиля или кегового пива. И, разумеется, они справятся с печатью этикеток для продажи на маркетплейсах. Посмотрим, что в коробке. Здесь краткое руководство. Даже диск по старинке кладут с драйверами, хотя сейчас их все скачивают с портала производителя. Так, что тут у нас дальше? Здесь коробочка с блоком питания. USB кабелем для подключения к компьютеру. Розеткой. А еще здесь есть пробный рулончик этикеток. И пробная красящая лента Ribbon. Так, это в сторону. Ну и остался у нас сам принтер. Давайте его достанем. Коробочку положим в сторону. И оторвем пленочку. Сначала расскажу про самый главный нюанс. Есть принтеры, которые печатают только на термоэтикетке. Такие стоят в кассах, дешевых принтерах чеков и принтерах этикеток. А ТОЛТТ 41 и 42 тоже могут печатать на термоэтикетке. Но в них дополнительно устанавливается красящая лента, которая называется Ribbon. Этикетки, напечатанные с помощью Ribbon сохраняют изображение свыше 5 лет, не боятся царапин, влажности и прямого солнечного света, в отличие от обычной термоэтикетки. Обе модели печатают этикетки с разрешением 203 точки на дюйм. Этого хватает для печати кодов на этикетке 20 на 20 мм и их успешного считывания. Принтеры с более высоким разрешением сильно дороже. Они нужны для лекарств, табачки или ювелирки. Там коды меньше 1 см. Скорость печати у АТОЛТ 41 чуть больше 10 мм в секунду. А у старшей модели ТТ 42 на четверть быстрее почти 13 мм. И этого вполне достаточно. Заявленный объем печати для обеих моделей по 2000 этикеток в сутки. Но по опыту нашего сервиса это пиковое значение. Если вам нужно печатать такие объемы ежедневно, то лучше выбрать модели с номинальным ресурсом от 3 до 5000 этикеток в сутки. Такие прослужат дольше. Теперь давайте заправим наш принтер. И напечатаем несколько этикеток. Сначала вставляем риббон. Для него нужна узкая втулка 12,7 мм. Дальше подкручиваем риббон. А затем ставим рулон этикеток нужного размера. Атолы печатают на любых этикетках шириной от 20 до 108 мм. И закрываем крышку. Готово. Для начала напечатаем десяток кодов маркировки. Как видите, риббон одноразовый. Его нужно менять каждый раз после окончания. Теперь пробежимся по отличиям 41 и 42 моделей. Помимо скорости, Атол ТТ42 имеет два дополнительных интерфейса для подключения к ПК. Это Компорт и Эзернет-порт для удаленной работы принтера в локальной сети. Оба принтера можно дополнить внешним держателем рулона. Сзади у каждого принтера есть прорезь для того, чтобы пропустить рулончик. А еще внешним смотчиком этикеток Атол БР22 за 22 тысячи рублей. Он подойдет для того, чтобы готовые этикетки закрутить в рулончик для последующей оклейки. Так как принтеры бюджетные, корпус и механизмы выполнены из самых простых материалов. Но они достаточно надежны. Единственное, упомяну о странном фиксаторе крышки в открытом положении. Не забудьте нажать его, чтобы не сломать крышку при закрытии. Принтеры Эзеркеток Атол ТТ41 и 42 – это базовое решение вопросов маркировки и продажи на маркетплейсе. В бюджете до 15 тысяч рублей вы получите надежного помощника, который не подведет. Всем спасибо за внимание. Напишите, понравился ли вам обзор и какие еще модели оборудования вы хотите увидеть на нашем канале. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok